Девушки отдыхают Кататься по заснеженным склонам или работать с туристами. А к девяти вечера ужинает и ложится спать. Вы, наверное, подумали, что я имею в виду инструктора по катанию на лыжах. Но нет! Волли – это пингвин. Добро пожаловать в Дубай! Это «Жизнь других». Дубай – это все самое-самое. Здесь самый высокий в мире небоскреб, самые большие торговые центры и самые красивые фонтаны. Но меня интересует не внешний вид города, о котором знают все туристы, а о том, как живут люди рядом с этими фонтанами и внутри этих небоскребов. Сегодня мы это все и узнаем. Дубай – самый большой город Объединенных Арабских Эмиратов. В разных рейтингах по качеству жизни он входит в десятку лучших на планете. И если бы я здесь родилась, то, наверное, жила бы как Маита. То есть выбрала бы для себя самую неожиданную профессию – работу в полиции. Тогда у меня было бы десяток суперкаров на любой вкус. И каждый новый день я бы могла кататься на новом. Или я была бы как Волли. Да, я была бы пингвином. Но какой прекрасный у меня был бы день, вы уже знаете. Я бы как следует высыпалась, сытно и вкусно ела и занималась, чем душа пожелает. А может, у меня была бы спокойная жизнь, как у Аиды. Арендовала бы дом в центре города, в котором жила бы вместе с мужем и двумя детьми. Возможно, даже планировала бы третьего. Кстати, а давайте прямо сейчас посмотрим, с чего начинается жизнь в Дубае. Ой, вот это я понимаю. Боже мой, как хорошо, уютно, комфортно. Ну, вы думаете, что наконец-то начинается программа с ночного клуба. Нет, ребята, я в обыкновенном родильном отделении. Я больше того, я в родильной комнате. Вот так вот, в таком состоянии, рожают дубайские женщины. Представляете, да? Больше того, вот можно еще выбрать песню. О, какую, какую угодно. И вот так вот она, знаешь, так вот нажала, так вот, знаешь, так вот. Раз так, музыка такая. Так, и пошла так. Ледяной горою айсберг. И все. И, ну, Пугачева, наверное, здесь нет, но Бритни Спирс, наверное. И вот так вот, в принципе, ты и рожаешь, и рожаешь. Господи, ребята, почему я рожала 15 лет назад, а? Показывать я вам решила госпиталь частный. Однако разницы между частными и государственными здесь практически нет. Одинаково хорошо и в одних, и в других. Фактически все местные женщины обслуживаются и рожают по страховке. Но если страховки нет, то роды будут стоить от 5000 дирхам, в зависимости от сложности. Однако, если ситуация критическая и нужна скорая помощь, то для любого человека все будет бесплатно. Если роды прошли хорошо, то женщина остается в больнице не дольше, чем на 48 часов. Но увидев, где именно она остается, лично я осталась бы и подольше. Ну, вот это нормальная, стандартная палата после родов. Там ванная комната. Ну, в принципе, все понятно. Конечно, к тебе могут приходить посетители, родственники, которые могут вот тут находиться, радоваться, ну, пока ты там отдыхаешь, правильно? Ну, и если вдруг, знаешь, как-нибудь так получается, что муж, как правило, хочет остаться со своей женой, он тоже может это сделать. И в отличие от других мужей в других странах, когда они там ютятся, бедненькие, на раскладушках, на диванчиках, на каких-то креслах, кроватях, муж в Дубае может отдыхать после родов. Нормально, как человек с халатом, прекрасной спальне. Ну, а что, человек же нервничал, понимаешь? Эти бедные мужчины, понимаешь, они такие нежные, чувственные создания, и для них нужно создавать всегда такие вот условия. Я думаю, мой муж бы так бы сказал, вот так бы я рожал и рожал, рожал и рожал. Естественно, есть у мужчин и обязательный отпуск после родов жены. Правда, небольшой. От 7 до 10 дней. У женщины же декрет может достигать полугода. Оплачиваться он будет у всех по-разному, в зависимости от компании, в которой работает женщина. А вот выплаты от государства в Дубае сильно отличаются от тех, о которых мы когда-то слышали. Мне, конечно, хотелось бы, чтобы при рождении ребенка у нас выплачивали 50 или 100 тысяч долларов. Но, увы, это миф. Единственное, что нам дарит, это сувенирная монетка из настоящей платины. Но все это происходит только в том случае, если женщина замужем. Если же нет, то ее даже не примут в госпиталь. Ведь первое, что спрашивает врач у каждой новой беременной пациентки, это свидетельство о браке. Если же оно есть, то никаких проблем не возникает ни сейчас, ни в будущем. Государство полностью обеспечивает лечение и обучение любого местного ребенка вплоть до высшего образования. Это все абсолютно бесплатно. В Дубае есть государственные школы, и они, как везде, бесплатны. Но вот почему-то они здесь практически никому не нужны. Интересненько. Но бесплатно это только в том случае, если вы хотите отдать своего ребенка в государственную школу. А таких людей здесь совсем немного. Конечно, не то чтобы прямо никому, но в государственные школы ходят всего 10% школьников. Здесь стоит упомянуть о том, что вообще-то Дубай такое место, где коренных местных в принципе живет около 10%. Все остальные – это приезжие иностранцы. Многие из них живут здесь десятилетиями. И детей своих они хотят обучать в своих же школах. В Дубае 17 разных систем образования, и все они официальные. Британская, филиппинская, немецкая, какая угодно. Выбирай, что нравится, и учись на здоровье. Каждая частная школа может зарегистрировать свою систему, пройти аттестацию и тоже стать официальной. Как вы понимаете, ни какое-то единое расписание, ни систему оценивания выделить невозможно. Цены на обучение, кстати, тоже разные. От самой дешевой – это 5 тысяч дирхам в год, до самой дорогой – это 40 тысяч дирхам в год. Самая дорогая обычно британская. У нас в городе живет около 180 национальностей. Поэтому даже местные родители часто выбирают интернациональные школы, чтобы ребенок с детства привыкал к разнообразному обществу, в котором живет. Но ферплаты, к слову, тоже разные. Ну, например, есть у меня знакомая иностранка. Она давно живет в Дубае и работает в школьной учительнице. Получает полторы тысячи долларов в месяц. А эмиратец на той же позиции, по ее словам, будет зарабатывать в два, а то и в три раза больше. Однако о гостях государства здесь заботится не меньше, чем о местных, о их благополучии и безопасности, чего стоит только новый участок местной полиции. Открылись. Хелло! Здравствуйте, спасибо. Я немножечко в шоке. Смарт полис стейшн. Это просто какой-то развлекательный центр для детей. Что происходит? Это полностью автоматизированный полицейский участок. Первый в мире. Здесь можно сделать все то же, что и в обычном. Только онлайн. Пойдемте, покажу. Вот это да. Ну-ну-ну. Здесь есть кабинки с терминалом, где любой житель может связаться с офицером и подать заявление в полицию. Просто вводите данные, выбираете язык и все. Подожди, то есть я ввела свои данные, и живой человек где-то в полицейском участке, в другом, видит меня и слышит, правильно? Я могу с ним разговаривать, правильно? Правильно. Теперь вы можете сделать то, что хотели. Оставить жалобу, написать заявление или подать нужные документы. Потом вам выдадут номер вашего дела. А, то есть я по номерочку захожу потом в компьютер и смотрю, как идет свое расследование. Да вы что? То есть мне не нужно никуда ходить, мне не нужно ни с кем общаться. Такие участки создаются для простого удобства граждан. Чтобы все было легко и просто. Не надо было далеко идти или стоять в очереди. Этот участок больше похож на какой-то офис IT-компании. Тут тебе и планшеты, и бесплатный кофе, и даже какой-то игровой симулятор. А что это такое? Это полицейские машины будущего? Что это? Это тренажер, где каждый может сесть и поездить на машине по Дубаю. Дороги которого он видит на экране. Ну или просто развлечь своего ребенка, пока он подает заявление. О, так слушайте. Я же говорю, что чувствую себя, как будто я сдаю наваждение на кровать. Пришел, пожаловался, поиграл в машинки. Мне нравится ваш смарт-полицейский участок. Несмотря на то, что выглядит все это как аттракцион, полиция здесь работает просто отлично. Ведь Дубай считается одним из самых безопасных городов в мире. Когда я познакомилась с местными полицейскими, то заметила, что у них даже дубинок нет. Как часто, я даже не знаю, вы вообще выезжаете на какие-то происшествия, вас вызывают, вы сталкиваетесь с какими-то бандитами. Не побоюсь этого слова, хотя здесь даже это так странно говорит. Конкретно мы – туристическая полиция. Поэтому мы решаем проблемы гостей нашего города. И чаще всего патрулируем там, где это может произойти. Поэтому и ехать далеко не надо. То есть я смотрю, вот это вот ваши машины, это вы на таких машинах ездите? Да, суперкары только у нас. У других департаментов есть и обычные полицейские автомобили. Ой, есть стандартные? Слава богу, это я уже подумала, что у вас все такие. На самом деле спортивные полицейские авто не участвуют в погонях. Так как они принадлежат туристической полиции, то их используют как достопримечательность. Проще говоря, чтобы туристы с ними фотографировались. Ведь это просто круто выглядит. А что надо сделать в полиции, чтобы тебе дали именно такую машину, а не обыкновенную? Ничего. У нас их больше десятка. Поэтому ты приходишь на работу и просто выбираешь ту, которую сейчас свободно и едешь патрулировать. Надо сказать, что в организации такого высокого уровня безопасности местным полицейским помогают и довольно жесткие законы. На улицах Дубая очень тихо, спокойно и красиво. Вы спрашиваете, почему? Потому что если будешь тут ругаться на улице, то можешь попасть и в тюрьму. Публично оскорблять другого человека запрещено законом. Если, например, вас подрезали на дороге, и вы жестко высказались в адрес обидчика, или даже просто показали непристойный жест, то можете попасть за решетку на несколько суток. Вы скажете, что это слишком, но ведь работает. И работает для комфортной и спокойной жизни не только местных, но и опять же туристов. Ведь туризм здесь – это очень важная часть экономики. Да-да, не нефть, как многие думают, а именно туризм. Чтобы разузнать все нюансы этой отрасли, я решила, что далеко ходить не надо. Точнее, ходить вообще не надо. Можно это сделать просто в отеле, в котором я остановилась. Зато выбрать, в каком остановиться, совсем несложно. Просто выбираешь лучше. А это – палац Версачи. Дизайн отели создавала сама Данателло Версачи. Выглядит он, как настоящий итальянский палаццо 16 века, но при этом по-современному роскошен. А близость к аэропорту видно залив Дубай-Крик, три бассейна, а несколько ресторанов топ-уровня делают его, пожалуй, самым популярным современным отелем в Дубае. Поговорить мне удалось с управляющим директором отеля. А в каком году вы построили этот отель? Пять лет назад. Какая нужна, не знаю, сумма для того, чтобы в Дубае построить отель? И насколько это сложно? Это долгий процесс или нет? Три года мы собирали все необходимые документы, и еще пять лет строили. А потратили 900 с лишним миллионов дирхам. А сколько времени нужно, чтобы отбить эти деньги и начать получать прибыль? Обычно возврат инвестиций происходит за 3-5 лет. И на самом деле, за недолгую историю существования этого отеля он успел принять немало мировых знаменитостей, таких как Дженнифер Лопес, Роберт Де Ниро и 50 Cent. Все знают, что Дубай – это место, куда могут все приезжать за шикарным лакшери отдыхом. Вот можете сказать вот три причины, то есть почему? Первое – это отличный сервис. Второе – огромный выбор мест для отдыха. Ну и третье – это безопасность. Благодаря всему этому люди со всего мира едут к нам не только отдыхать, но и переезжают жить. Как я уже говорила, аж 90% жителей Дубая – это иностранцы. И вот что интересно, они могут здесь жить и работать хоть всю жизнь. Но местный паспорт так и не получат. Причем ни они, ни их дети. Это фактически нереально. Чтобы стать эмиратцем, необходимо родиться в семье эмиратцев. Получить паспорт другим путем можно только тремя способами. Спасти жизнь шейху, отслужить в местной армии несколько десятков лет или выиграть олимпиаду под флагом эмиратов. Как вы понимаете, 10% эмиратцев так и останутся 10%. Но мне же больше всего интересны именно они. Поэтому знакомиться с местным укладом жизни я пошла в гости к Каиде. Она с мужем и двумя детьми коренные эмиратцы. Они живут в Большом доме практически в самом центре города. Жанна, привет, как дела? Я прекрасна, вот пришла к вам в гости. О, это твоя коллекция духов? Да, обожаю их, они у меня в каждом углу. Здравствуйте, хелло. Домработники? Да, и няня. Она живет с тобой, да? Да, я поняла. Слушай, Аида, я хотела сейчас спросить. Я хожу везде, вот в Дубай, и везде женщины ходят с брендовыми сумками. Вы все покупаете только брендовые сумки? Вы нормальные сумки никогда не покупаете? Ну и чтобы вы понимали, под брендовыми я имею в виду сумочки, которые могут стоить не одну тысячу долларов. О да, все местные женщины их любят. Понимаешь, мы же просто на улице ходим в черной айбайе. Тут, естественно, нет ни бренда, ничего. Но женщины есть женщины. Им надо что-то эдакое. Конечно, должны же все видеть. Что ж, я просто вот иду без брендов. Ой, слушай, ну у тебя просто такое огромное пространство. Ты мне скажи, у вас тут живет сколько человек в этом доме? Ты муж, двое детей и домработница, да? Верно. Все семьи имеют домработниц? Не все, но большинство – да. У кого-то есть и две, и три. Как правило, это иностранки, да? Это не местные жительницы. Конечно, но все они работают абсолютно легально. И никак иначе. Зарплату тоже получают согласно трудовому законодательству. Как я узнала позже, домработница в Дубае получает от 300 до 800 долларов в месяц. При этом семья, в которой она работает, как правило, обеспечивает ее жильем, питанием и медицинской страховкой. В принципе, учитывая размеры даже этого дома, неправда, сложно справиться одному. А сколько метров у вас вот этот вот дом? Вместе с двором, садом здесь 500 квадратных метров. Ну это много. А сколько вы платите за коммунальные услуги? В месяц примерно 150-200 долларов. Но мы ведь эмиратцы, а значит платим неполную сумму. Государство субсидирует всех местных, так как нас очень мало. То есть если будут иностранцы жить в таком же доме, они будут платить больше, правильно, чем местные жители? Я правильно понимаю? Да, я точно не знаю, насколько, но точно раза в два дороже. В общем, с какой стороны ни посмотри, а все-таки хорошо быть настоящим эмиратцем. А скажем, пожалуйста, Аид, как вы воспитываете тут детей? Лично я такой человек, что живу всегда в графике. И стараюсь приучить к тому же и детей. Школа, уроки, игры, все должно быть четко и своевременно. Я понимаю, дети из детей могут баловаться или забывать, но все равно я должна подавать хороший пример. Им потом легче будет во взрослой жизни. О ней им надо думать уже сейчас. Сейчас мой любимый предмет в школе – это математика. Поэтому, когда я вырасту, мама наверняка мне скажет, чтобы я поступал в университет. В плане серьезного отношения к воспитанию местным мамам, как я вижу, не занимать. С другой стороны, как мне рассказали, здесь подавляющее большинство школьников действительно идут учиться в университеты, где становятся успешными брокерами, юристами или, например, врачами в престижных клиниках. В этой палате находятся больные по возрасту. Младенец, трехлетний ребенок, подросток моргает. Видишь, еще анестезия не подействовала. Мужчина, 43-45 лет – это явно. Пенсионер. Вот уже все хорошо. Ну а здесь уже как бы земля. Ох, вы спрашиваете, в чем дело? Жанна, а вообще о чем ты? Все очень просто. Это университет, и это не больные, это манекены. И на них учатся студенты. О, Господи. Местный медицинский университет просто напичкан суперсовременным и, конечно, дорогим оборудованием для обучения, но при этом в нем учиться совершенно бесплатно, а поступить можно просто после собеседования. При поступлении, безусловно, важны знания и баллы, которые абитуриент набрал в школе. Но чтобы принять кого-то, мы с ним в первую очередь беседуем. Чтобы понять, насколько этот человек хорош в коммуникации, какое у него критическое мышление, ведь от этого зависят его будущие отношения и общение с пациентами. На самом деле такой отбор проходят далеко не все. Как бы просто это ни звучало, но в действительности собеседование было самым сложным экзаменом в моей жизни. Это не банальный разговор на тему «Кем ты хочешь быть?». Это вопросы о том, какая ты личность. Насколько я знаю, такое практикуют только в нашем университете. А еще в этом университете практикуют не только на манекенах, но и на людях. Представляете? Сейчас мне будут делать рану на руке, правильно, чтобы потом показывать студентам, какие бывают раны. Совершенно верно. Сейчас мы вам сделаем резаную рану. Такие же показываем и студентам. А они должны определить, что это за рана, как правильно остановить кровь, защитить, обезболить и перевязать руку. И, конечно, рана должна быть реалистичной, чтобы студент привыкал. Ну да, так встанет, знаешь, и скажет, «О, Боже мой, кровь, я не могу на нее смотреть». Она, ну, знаешь, пахнет, как будто мы в мастерской творческой. У меня вот так, когда я занималась в студии по рисованию в детстве, вот такой тоже запах был, кстати. Холодненькая. Ну так, хорошо. Ой, ну слушай, ну хорошо, то есть если говорю на Хэллоуин, можно, по-моему, обращаться, да? Раньше я и представить не могла, что все задачи могут выполняться удаленно. Но сегодня, благодаря диджитал-технологиям, мы можем создавать выпуски, находясь в разных концах планеты. Оказывается, будущее уже наступило. Образовательная экосистема GeekBrains поможет освоить самые востребованные профессии в сфере диджитал с нуля. Программирование, управление, маркетинг и бизнес. Получить сертификат и помощь в трудоустройстве. Пройдите тест по ссылке в описании, который подскажет, какая профессия в IT подходит именно вам. Я уж не знаю, празднуют ли в Дубае Хэллоуин, но по части развлечений этот город способен воплотить любые детские фантазии. Ведь развлекательные и торговые центры здесь больше, чем аэропорты в некоторых столицах. В них найдется все. Вот, правда, на пингвинов здесь не посмотришь, да на лыжах не покатаешься. Подумали местные и привезли в Дубай пингвинов и построили настоящий горнолыжный спуск. Все это расположилось в одном из развлекательных центров, где фактически искусственно создана зима. На самом деле сделать снег в тропиках не так уже сложно. Специальное оборудование делают из воды кристаллы, которые падают с крыши и превращаются в снег. На все про все нам надо всего-то 6 кубов воды в неделю. А вот построить весь этот гигантский холодильник, конечно, гораздо сложнее. Представляете, здесь просто посреди 40-градусной жары круглый год тренируются профессиональные лыжники, проводятся соревнования, ну и просто катаются туристы. В тропиках настоящие Альпы, ну или настоящая Антарктида. Ведь, как я уже сказала, здесь можно и на пингвинов посмотреть. Боже, это какая-то прелесть, это даже лучше, чем собачки мои, я тебе хочу сказать. Скажи мне, как вы за ними ухаживаете, за такой прелестью? Ну, главное то, что здесь мы создали условия, максимально похожие на реальную природу. Температура, снег, вода, даже освещение имитируют движение солнца. Ничего себе! А сколько пингвины живут такие? В дикой природе не больше 20 лет, а у нас около 40. Ведь здесь нет никаких хищников, которые на них охотятся. И всегда есть ветеринары, вдруг кто заболеет. Вот это разница! А скажи мне, дорого ухаживать за такими пингвинами? Очень, даже просто возьми питание. Они ведь едят только канадскую или норвежскую рыбу по качеству, как в лучших ресторанах города. И едят по несколько раз в день. Здесь находятся 44 пингвинов. Причем большая часть из них живет тут уже в четвертом поколении. Но даже при этом нет у них эмиратского паспорта. Шучу. А можно погладить их? Можно, только если они сами этого хотят. В этом смысле они как коты. Стой! Господи, он, знаешь, как на лососе похож. На лососе похож. Смотри, он прикрыл глаза, по-моему, он балдит. А имена, имена у них есть? Да, и они на них отзываются. Но прежде чем дать имя, надо сначала определить пол. Просто взглядом это сделать невозможно. Нужен только ДНК-тест. А еще они любят обниматься. Встань сюда, попробуешь. Боже, боже, боже. Это все? И он балдеет или что? Он расслабился и сейчас уснет. Классно. Спасибо вам. Пингвинов здесь обслуживает аж 16 человек. Это квалифицированные ветеринары, тренеры и даже ученые. И работают они, я вам скажу, как на полярной станции. Наш рабочий день начинается в 7 утра. Мы все убираем и чистим. Проверяем воду, в которой они плавают. Она должна быть питьевой. Пингвины просыпаются в 12. Потом мы их моем, кормим и выгуливаем. Ложатся они в 9 вечера. А мы заканчиваем где-то в половине 11. Такой насыщенный рабочий день тебе, хочу сказать. Не закончила, я не закончила. Не уходи, не уходи. Какой ты, какой ты милый. Да посмотри, да посмотри. Я буду готова. Я готова руки твои целовать. Ну, давай поставь его, поглажу его, пожалуйста. Можно? Да уж, работать с пингвинами дело непростое. Собственно, как и создавать снег в пустыне. Но местные не остановились даже на этом и научились называть дождь. Не станциями и бубнами вокруг костра, а вполне научным способом. Технических нюансов я вам, к сожалению, рассказать не могу. Но наши ученые действительно иногда запускают специальные ракеты в атмосферу, которые вызывают дождь. Дело в том, что мы живем в пустыне, но при этом нам очень хочется, чтобы Дубай был зеленым городом с парками и скверами. И если такими серьезными проектами, как вызов дождя, занимается исключительно государство, то банальным созданием снега может заняться любой. Я имею в виду то, что горнолыжный курорт, на котором мы были, это частный бизнес. А открыть свое дело и развивать его в Дубае куда легче, чем воспитывать пингвина. Зарегистрировать и открыть свой бизнес у нас можно онлайн буквально за несколько дней. При этом, если предпринимателю что-то непонятно, то существует круглосуточная служба поддержки. Бизнесменом может стать любой желающий, даже госслужащий, если между службой и данной сферой бизнеса нет конфликта интересов. Налогов в Дубае как таковых нет вообще. Недавно только появился НДС 5%, но он чаще всего ложится на плечи потребителя, а не бизнесмена. При этом в каждой большой компании есть определенные квоты на прием сотрудников. Небольшая часть работников обязательно должны быть эмиратцами. Причем государство здесь заботится не только о том, чтобы у местных была работа, но и без жилья их ни в коем случае не оставит. Если ты эмиратец, то тебе не стоит беспокоиться ни о том, что у тебя нет земли, ни о том, что у тебя нет денег, ни о том, что у тебя нет дома. В любом случае у тебя это будет 100%. Господи, какой кошмар, вообще не о чем беспокоиться. Дело в том, что если вы местный и у вас нет своего жилья, то правительство с удовольствием вам его предоставит. Абсолютно бесплатно. Правда, я не знаю, в таком ли живут мои знакомые Самира и Калит, которыми я собралась в гости. Но вот сейчас и узнаем. Хелло! Привет! Хелло, хелло! Будем целоваться или как? Знаешь, сейчас уже не поймешь, что целоваться, а муж, видишь, не подходит. Ага, ну, давайте показывать. Да вот, в принципе, и весь наш дом. Здесь гостиная и кухня, там ванна, есть еще спальня. И отдельная комната для домохозяйки. Мы ведь весь день на работе. Так, ну с этим все ясно. Интересно, что же там насчет дома в подарок? Каждый человек, который рождается здесь, ему государство дарит дом. Это правильно? Вот этот дом вам государство подарило? Да, это правда. Но ты не можешь выбирать. Поэтому мы решили, что позже возьмем участок земли и построим там дом, который нам нравится. А пока временно живем здесь, рядом с большим домом родителей. Хочешь, пойдем туда посмотрим? Ну, идем, катата Матана, идем, пошли. Не перестаешь удивляться, насколько сильно государство здесь печется о своих гражданах. И на коммунальные скидки, и дом бесплатно. Но оказывается, оно следит еще и за благополучием. Государство всегда пытается проследить общий доход каждой эмиратской семьи. И если он меньше, чем 70 тысяч дирхам в месяц, то его всячески пытаются поднять до этого уровня. Но, конечно, получается не всегда. А если семье чего-то не хватает, то всегда можно обратиться напрямую к шейху или в государственный банк. Проходи, здесь у нас гостевая комната. Правда, она только для мужчин. Для женщин гостевая в другой части дома. Знаешь, еще мне вот всегда говорили, что в арабских семьях мужчина как скажет, так и будет. И жена не имеет права ему перечить. Возможно, когда-то так было. Но сейчас мы все вопросы решаем вместе и никогда не ругаемся. Ага, то есть никогда не ругались. Как интересно. А сколько вы женаты? Пять лет. О, пять лет, да. Я тоже пять лет. И не могу сказать, что прямо мы никогда не ругались. В нашей стране нет никакой разницы, мужчина ты или женщина. Все полностью равны, как в семье, так и в карьере. Я знаю, что здесь разрешено многоженство. Вдруг когда-нибудь твой муж захочет, предположим, иметь вторую жену. Как ты отреагируешь на это? Я отправлю их обоих куда подальше. Это не для меня. А у тебя есть какие-то подруги, у которых муж привел вторую, третью жену? Есть, но это очень большая редкость. А как они живут? Вот скажи, он привел там Тамару, она там с ними живет. И вот как они живут? Они могут нормально жить, только если мужчина делает их обеих счастливыми. И всегда может урегулировать между женами все нюансы. Ой, я хочу посмотреть на этого мужчину, который урегулирует все нюансы. По правде говоря, здесь не бывает такого, что захотел и взял себе еще несколько жен. Это миф. Вторую жену берут только если есть на то веские причины. Например, если первая не может иметь детей, тогда можно подумать о второй. Но даже независимо от того, какой у тебя получился брак, если ты вдруг недостаточно счастливый, власти Дубая это тоже пытаются исправить. Местные власти очень беспокоятся о своих жителях. Они так о них беспокоятся, что постоянно проверяют уровень их счастья. А счастлив ли ты, друг? Это делается в специальном приложении, которое разработано для облегчения разного рода платежей или оформления документов. Но и там же каждый человек может указать свой уровень счастья, выбрав соответствующий смайлик. Целый департамент трудится, чтобы смайлики дубайцев были только улыбчивые. Задумавшись о комфорте и счастье горожан, я решила поговорить с еще одной местной жительницей и моей знакомой Ватхой. Ватха, вот скажи мне, люди с ограниченными возможностями в других странах чувствуют себя не всегда очень хорошо, потому что они много куда не могут пойти сами, потому что не предусмотрено. Понимаешь, ты можешь пойти куда угодно или нет? Раньше не могла. Мне практически везде нужна была помощь. Но за последние десятилетия все кардинально поменялось. Я свободно перемещаюсь сама по всему городу. Каждый день езжу на работу. А это правда, что вы имеете какие-то преимущества на работе? Да, у нас немного другой график. Вместо положенных 7 часов в день мы работаем только 5 при той же зарплате. Короче говоря, отдыхаем немного больше. А скажи мне, а ты отдыхать ездишь куда-нибудь? Конечно, в прошлом году я была в Грузии. Еще раньше в Британии и США. В некоторых странах, конечно, тяжело самой. Но главное, что дома нет проблем. И на самом деле, если присмотреться к городу внимательнее, то здесь не найдешь бордюров, где бы не было съезда, лестницы без пандуса или эскалатора без лифта. А тротуары ровные и гладкие, как зеркало. Если тебе надо в транспорт заехать, ты можешь сама заехать без посторонней помощи? Сейчас, да. Как я уже говорила, раньше это было вообще не предусмотрено. А потом кто-то из городского управления сам сел в коляску и попробовал забраться в автобус. После этого все изменилось. Серьезно? Да. Вот это эксперимент. Вот это бы посадить бы кого-то. Что, попробовали? Действительно. Подожди, хорошо. И куда ты можешь вот сама пойти? То есть транспорт можешь? Там, Иза, в магазин можешь пойти сама? Конечно, в магазин. В любой торговый центр на шопинг. Да ладно? Обожаю шопинг. Честно сказать, я прямо искренне вот прямо счастлива за тебя, за людей, которые могут себя ощущать вот так, как ты абсолютно полноценно жить. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы это везде было. Чтобы люди везде себя ощущали вот так же, как и вы. Потому что это очень важно и очень прекрасно. Уже затронув тему общественного транспорта, нельзя не рассказать о местном метро. Ведь здесь одна из самых длинных систем метро без машинистов. Да-да, все поезда управляются автоматически. А сам центр управления практически не уступает центру управления космическими полетами. Метро в Дубае – это просто какие-то новые технологии. Я знаю, что он приходит по минутам. Я знаю, что он без машиниста. Вообще, как у вас тут все устроено? Все максимально автоматизировано. Все графики, маршруты и частоту перемещения поездов рассчитывает сама система. Она их и контролирует. На десятки километров метро у нас работает немного больше двух тысяч человек персонала. А это очень немного. Сколько человек в день вообще заходит в метро, ездит? У вас есть такая статистика? Конечно. В среднем за день мы перевозим 550 тысяч человек. Если вдруг что-то происходит, что-то сломалось, что вы делаете? Как вы справляетесь? То есть это вот отсюда управляют, да, неполадками? И вот эта вот красная кнопка, она для чего у вас находится тут? Обычно система исправляет сама себя. Но если таки случилось крупное ЧП, мы как раз эту кнопку и нажимаем. Тогда включается наша экстренная команда техников. Они решают все за 20-30 минут. А пассажиров тем временем довозят до нужной станции наши автобусы. Но и это еще не все, чем может удивить местное метро. Здесь есть еще и разные вагоны для разных классов. Это правда. В каждом поезде у нас есть и золотой вагон для бизнес-класса, то есть людей, владеющих золотыми картами. Есть вагон для женщин и детей и общий вагон. Все это для максимального комфорта наших пассажиров. Но если кто-то ошибся вагоном, его просто вежливо попросят пересесть. Несмотря на отдельные классы и пристальное внимание к комфорту, мне кажется, что на метро здесь ездят в основном и мигранты, и туристы. А вот даже местные пенсионеры пользуются ним крайне редко. Так я подумала, когда пришла в гости к Махамеду. Он уже несколько лет на пенсии. Живет вместе со своей семьей в одном большом... Нет, в очень большом доме. Это ваш дом? Вы здесь живете? Да, нам государство выделило эту землю, и мы построили на ней дом. И построили. Слушай, ну прямо как горсовец, хочу вам сказать. Серьезный такой дом. Сколько у вас тут человек живет, что столько машин у вас? Это все семейные машины. Моя, жены и сыновей. А скажи мне, то есть вот этот дом ваш, где вы живете с женой, с детьми, а вот эта вот пристройка, тут кто живет? Там живет горничная, повар и водитель. А то есть ты мне скажи, вы так всегда жили, что у вас и водители, и стирка, и уборка, и готовили? Или это сейчас просто как, ну, уже на пенсии, в принципе, можешь себе позволить? Да нет, они с нами всю жизнь. Так же гораздо удобнее. Мохаммед 35 лет жизни отдал государственной службе. И по его же словам, государство его за это щедро отблагодарило хорошим участком земли и достойной пенсии. Но все же не думайте, что так живет каждый пенсионер в Дубае. Даже по местным меркам Мохаммед живет хорошо. То есть, Мохаммед, то есть ты сейчас на пенсии, я правильно понимаю? Вообще есть такое в Дубае понятие, что человек в определенном возрасте выходит на пенсию? Конечно. Есть два варианта выйти на пенсию. Или работать до 60 лет, или работать 20 лет на государственной службе. Есть и выплаты. Сначала они равны зарплате, но с каждым годом уменьшаются на 8-10%. То есть, а через какое-то время должны тебя будут обеспечивать твои дети, правильно? Нет, конечно. Конечно. Если, скажем, через десяток лет у тебя пенсия опустилась до нуля, то тебе просто будут начислять дотации. Плюс-минус будешь получать те же деньги. А подожди, а женщины, вот жена твоя, она, если она работала, она тоже имеет такую же пенсию, как и мужчина? Или она просто вот именно при муже и получает тоже, как бы, его пенсию? У нее своя и точно такая же. Чужую пенсию могут получать дети. Если вдруг их родители пенсионного возраста ушли из жизни. Тогда им, в смысле детям, будет начисляться пенсия до достижения совершеннолетия или до момента, когда они выйдут на работу. Какая средняя зарплата госслужащего в Дубае? Ну вот плюс-минус, просто чтобы я понимала цифры какие. Я могу тебе сказать минимальную. Это 10 тысяч дирхам в месяц. Но человек, который получает такую зарплату, не будет платить ни за свет, ни за воду, ни за еще ряд определенных нужд. Ну, подожди, вот мне скажи, ты стандартный пенсионер? Таких, как ты, вот много так вот живут? Или все-таки ты обеспеченный пенсионер? Далеко не все так живут. У меня ведь и государственная пенсия, а есть еще бизнес. Но поверь, если кому-то из пенсионеров будет чего-то не хватать, государство о нем обязательно позаботится. Я уже даже сбила и со счета, сколько раз и сегодня я слышала слово «забота». Кажется, оно звучит здесь везде и отовсюду. Но главное ведь не то, что оно просто звучит. Главное, что местные власти не на словах, а искренне и по-настоящему заботятся о жителях своего города и своей страны. Жить в Дубае – это как жить в оазисе. Вокруг на сотни километров только песок. А у тебя есть почти все для идеальной жизни. Почти потому, что совершенству нет предела. И местные всегда хотят добавить еще и осеннюю погоду, медицинский туризм. Еще больше инноваций. Я бы хотел, чтобы все наши иммигранты могли перевезти сюда свои семьи. Мы живем в бешеном ритме мегаполиса, и я бы хотела немного замедлиться. А как по мне, здесь прекрасно все. На самом деле, каким идеальным? Все бы ни казалось, наблюдая со стороны, ты никогда не поймешь, что это – мираж среди пустыни или настоящая жизнь других. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok